Всем привет! Привет, мои подписчики, друзья, зрители! В общем, сегодня я приехал в город Черногорск, Республика Хакасия. Здесь у нас обитает, скажем так, интересный человек. У него свой YouTube-канал, ссылочка будет в описании. Занимается перекупом, покупкой, перепродажей машин, но занимается не просто так, как перекупы, в таком понимании обычном. Для меня перекуп – это человек, который купил машину, ничего с ней не делает и дороже просто продает, а максимум помыл. Этот человек занимается серьезной предпродажной подготовкой автомобиля. Если для этого необходим какой-то ремонт дополнительный, серьезный, он этот ремонт осуществляет. Причем, самое интересное, он практически все делает сам, своими руками, в том числе и шпаклевка, покраска автомобилей, химчистка салона, стирка и так далее. То есть, я говорю, мне нравится этот парень тем, что он своими руками доводит автомобиль до очень хорошего состояния. Вот после такого, так сказать, человека, даже тот, кто купит автомобиль, он будет ездить и радоваться, он сядет в чистый автомобиль, и он сядет в подготовленный автомобиль. И вот сейчас я попробую его найти. О, а вы что здесь делаете? Кто это? А, это вы, мои дорогие подписчики. Всем привет, друзья! Ну что, приобрел я новую тачку. Сейчас я вам ее покажу. Это бешеный спорткар, просто. Ни у кого такого нету, только у меня. Пойдемте, я вам ее сейчас покажу. А пока мы идем. Кто не подписан, подпишитесь. А кто подписан, поставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, так, так. Короче, одна крутилка регулирует через сколько включится шнек, подача, с каким промежутком будет включаться. А вторая крутилка регулирует продолжительность включения. То есть, допустим, у нас сейчас стоит, он включается через минуту на 10 секунд. А то есть подача произошла, вкинул он, горит дальше. Как по теплодаче, по работоспособности, по пожару, по пылу? Ну, короче, буквально вчера мы бункер установили, до этого мы сыпали вот сюда вот. А, прямой получается, на прямой, да? Ну, тут видишь, маленький бункер, как бы сюда входит, ну не знаю, ведро если входит, мы его так топили. Мы первый раз вчера засыпали целиком бункер. То есть мы сегодня попали, по сути, на обкатку нового механизма. А это что? Подогрев воды, да? Ну, это обычный котел, а это подогрев воды. Это подогрев воды. А хочешь посильнее поставил вот так вот в трубе. Быстрее греет, да? Она быстрее, быстро греет. А, да. Ну, в принципе, тут можно потом и душевую сделать, я так понимаю, да? И туалет. И туалет. Теплый. Теплый причем. Ну, короче, из всего здесь осталось. Вчера разогнали, поработала она, ну, грубо, часов шесть поработала, до 60 градусов воду разогнали. По температуре воздуха где-то 22 градуса было. Ну, это комфортно, в принципе. Единственное, осталось искрогаситель поставить на трубу, потому что когда шнек включается, то поливом будут искры, искры идут. Это, получается, заехала машина, ну, это не твоя машина, да? Я так понимаю, ты еще параллельно занимаешься еще? Я еще параллельно крашу, полирую. Гудрончик снимаешь, да? Гудрончик снимаю, химчищу. А вот эту машину загнали, что делать? Короче, тут у нас маскировка сколов, полировка и керамика. Маскировка сколов, ты, понятно, вот эти сколы уже ты затер, да? И что с ними будешь дальше делать? Я не затер. Или что это? Ну, я сделал все как по технологии, сначала положил красочки, краска подсохла, подшоркал, вот то, что вы видите, светлая, и залил лаком. То есть сейчас лак наберет свою прочность, я его подшоркаю и потом полировать. Подрезачок и отполирую. Ну, по идее, должно быть как новое? Должно быть не как новое, но должно быть. А должно быть новым, да? Да. Вот, кстати, инстаграмм, дронмик 88. Да, это я. Это вот он, это дронмик. В общем, гараж неплохой, хороший, светлый. Мне нравится, что здесь освещение прям хорошее, дополнительный свет есть, что удобно, чисто работать, красота, ляпота. А мы сегодня попадем в новый гараж или нет? Да. Все, мы поедем тогда в новый гараж. О, свет есть, да? Ну все, мы попали в сокровищницу. Да что? Новый гараж, работы, конечно, вот еще. Ого! Короче... А это свет пока такой, да, у тебя? Ну тут света, в принципе, пока нет, в это временная лампа висит. И все, да, получается? Короче, какие плюсы в этом гараже? Короче, он шире, ширина такая же, длиннее на 2,5 метра. Ну сюда две машины войдет? Сюда войдет спокойно две машины, то есть еще с ними можно будет работать, заниматься. Ага. Вот. Плюс здесь есть 380, то есть можно взять большой компрессор. Ну если ты красил, нет? Нет, я не красил, честно скажу пока это. Как бы для хороших красилов. А оно получается через компрессор же красят, да? Да, для хорошего краскопульта нужен мощный компрессор. Вот, какие еще тут плюсы? Здесь будет постоянно тепло, не надо будет ездить печку топить. А отопление как центральное уже идет, да? Ну оно не центральное, а так буду топить дом. А вот здесь у тебя получается котельная, да? Да, котельная, да. Там свет есть. А тут даже свет есть? А, ну вот смотрите, тут, конечно, уже посерьезнее парад стоит. Красота. Все по-взрослому. Кстати, у Вячеслава есть свой YouTube канал. Да, подписывайтесь. Вячеслав Гончаров так и называется. Вячеслав Гончаров. Жду, жду. У меня есть тоже, что посмотреть. В том числе будет и это видео. Также из плюсов здесь будет уже вода. То есть можно будет подцепить перхер и полноценно мыть машину. А машину мыть прямо здесь в гараже будешь или выезжать как за ограду? Ну как бы летом можно будет выезжать, а зимой можно будет в принципе... Не, ну предусмотрено я имею в виду сток воды там и так далее, если будешь мыть здесь. Канализация вот есть, но как бы я не продумал, чтобы сделать стоки. Ну то есть дорабатывать надо? Ну это можно сделать. Я в следующем комментарии тогда посоветую. Нет, в принципе, когда... Вот я в том гараже мою даже с ведра воду, да, все боятся, что в яму вода натекет. В яму вода не текет. Ну вот единственное, если вот здесь, вот тут моешь, да, здесь накапает. А когда по бортам моешь, там сухо в яме. Это не та ли самая машина, которая у тебя долгосрочный проект, который ты все не можешь закончить? Да. В чем причина? А причина в том, что просто не хватает времени. Банально, люди едут, хотят твоей классической работы идеальной. Да, да, да. В общем, приходится зарабатывать на стороне, некогда развивать канал. Именно. Давайте поможем. Я своих подписчиков приглашаю подписаться. Ссылочка будет внизу. И мне бы очень хотелось, чтобы вы поддержали нас, сибиряков. Я развиваю каратэ, путешествия. Ну а перекуп Сибири развивает. Перекупство Сибири. Не перекупство даже, говорю. Перекупы это кто вот купил, ничего не делал, помыл, продал. А здесь, говорю, подготовка. Здесь даже, смотрю, заготовочки уже есть, да? То есть, вот эти крылья, а это уже проварены, да? Они что, снята краска, да? Ну тут я, да. То есть, что ж поклеваться будет? Подубрал ржавчину, да. Пороги переварены. А, уже пороги переварены, да. То есть, человек, говорю, не просто, говорю, там губки ей накрасил, а именно ремонтирует. А по железу ремонтирует, допустим, если двигатель дымит, или подвеска. Такие работы есть? Или больше косметика? Я сам не делаю, но если надо сделать двигатель, я отгоняю и делаю. То есть, говорю, человек занимается машиной полностью, снимает все, химчистит. Плохо, конечно, со светом у нас беда. Но, в любом случае, говорю, это человек, который не просто купи-продай, который, как говорится, у нас и в народе не любят, а человек, который начинает эти авто готовить, доводить до ума во всех смыслах, и люди потом только говорят спасибо. Правильно? Ну, кто как. Ну, кто как, да? Чтобы у него, наконец-таки, подписчиков перевалило за тысячу, хотя бы. Хотя бы. Стартануть? Да. Чтобы все у него было хорошо. Что ты мне еще хотел рассказать? В общем, позавчера пришла по обмену вот такая вот машинюшка, Nissan Ad, Ad 98-го года. И я бы хотел, как у тебя специалист, но я считаю, ты все-таки специалист, раз у тебя уже целый YouTube-канал есть, подписчики. Чтобы ты просто вот так вот ее осмотрел. Давай представим так. Это твоя машина. Не, ну не твоя машина, но это твоя как будто машина. Давай не представим, это моя машина. Допустим, что бы ты делал на продажу, допустим, как ты ее подготовил, какие бы нюансы убирал, какие бы оставил, вот с твоего ракурса, с твоего вида. Добро? Давай посмотрим. Вот такой вот у нас аппаратик. Какого она года? А, 98-й год. Да, погодные условия, конечно, немножко подмаралась, но основа основ, видать. Не, ну так-то видон есть у нее по борта. Ну, скажем так, она не до конца убитая. Ну да. Давай начнем с того, сколько ты хочешь заработать с нее. А то есть с нее еще можно и заработать, да? Ну, ты же ее не просто так взял. Ну, я ее взял, мне деньги нужны были по обмену, поэтому, говорю, мне просто доплачивали, и, ну, чтобы какая-то машина под попой осталась. Ну, понятно, честно скажу сразу, допустим, для меня из минусов это не то, что тут косметика и так далее, а то, что мне в нее садится дискомфортно, она какая-то маленькая внутри. Ну, это же ты не исправишь. Это я уже, то есть ты тоже это не сможешь, да, исправить? А еще мне понравилось, как сидушки обшиты. Нет, ну, допустим, если по бюджетной схеме брать, да, то, допустим, ну, я бы вот так вот дунул антигравием. Вот так. И капот целиком, получается, и на вторую сторону, да? Ну, почему, вот так вот, да, отбил бы. Ага. Вот так, даже вот, чтобы вот этого не видел. По грани, да? Да. Я понимаю, что идеальную из нее не сделаешь. Ну, новая она уже никогда не будет. Да. А так, чтобы люди пришли и за свои деньги увидели какой-нибудь... Вау! Вау! То есть, чтобы их зацепило, да? Да. Ну, как бы отмыть, натереть какой-нибудь гадостью, чтобы она блестела. Что за гадость? Какой лучше гадостью тереть? Ну, кто чем. Я знаю, кто-то моторным маслом трет. Серьезно, что ли? Да. Е-мое. Ну, это жестко, конечно. А ты что используешь? Нет, ну, какой-нибудь полиролькой. Да я много чего использую. Ну, вот, допустим, вот конкретно для нее бы. Чего бы тебе было не жалко. Я тебе говорю, вот, вот вариант. Вот, вот тебе твоя машина, которую надо подготовить. Элементарно кенгуру натереть. Кенгуруха, да? А с бампером бы вот с этим что-то бы делал. Так. Тут на саморез, допустим, можно было бы его приподнять? Я имею в виду, что вот он отвалился, щель такая. Или паять, или что тут лучше? Или ничего уже лучше не делать. Тут, если хочешь что-то сделать с бампером, я думаю, тут дешевле будет его купить новый. А, ну, он же черный, в принципе, идет темный, да? Да. Тайваньский, который магазин, напомни. Да. Автотрейд. Да, 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 да. Лобовуха вот, тут, по-моему, даже дырка чуть ли не насквозь. Ну, изнутри там, это, прям выкрашился кусок, отвалился. Тут лобовуха не столько играет роль, сколько играет роль вот этого форточка. А, боковой вход, да? Да. Ну, да, боковой вход, кстати, смотрите, на скотче такой весь, красота, ляпота. Уже частично выкрашивается. То есть, вот это желательно поменять, да, сразу? Да. На разборке же, по идее, да, можно? На разборке, да. Ну, здесь вот, вот поэтому нюанс какой, почему надо поменять, потому что, если люди купят, ее на учет не поставят. А, сейчас, то есть, до такого даже, да? Это, как это называется, без стекол не ставят на учет. А вот про это, я, честно сказать, не слышал. Так, ладно, тогда будем менять. А так, в принципе, ну, она как рабочая машина в довольно-таки неплохом состоянии. Да, есть у нее нюансы по морде, но, как бы, по бортам. Да, ну, то, что тут это крыло тоже, шпаклевка лопнула, в принципе, это тоже, как бы. То есть, по сути, эта машина, она идет, как рабочая лошадка. Да. Картошку возить. Да, ну, и вопрос цены, как бы, я думаю. Да, ну, и плюс будет кто-то брать именно, что у нее цена дешевая. Я сейчас скажу, я не хочу ее оставлять, потому что, ну, не моего класса машина, не мои уровни, не моих. Да, я говорю, элементарно, я в нее залажу коленями, я об руль цепляюсь настолько, что мне это дискомфортно. Ну, и в лажу тоже. У меня хоть и живота нет пока еще, но колени, кстати, длинные. То есть, она, ну, на поменьше человека, чем я. А по салону, допустим, что-то бы менял, смотрел. Это машина не для комфорта. То есть, это машина рабочая лошадка, да. То есть, ну, и положением, грубо говоря, стекло поменять однозначно, можно на морде. А, да, обратите внимание, какие тут сидушки. Здесь они мененые, родные. Это такие они обшитые. Вест Кост Кастомс перешивали. Да, 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 да. Мэйден Хакасия. Отправляли. Это да, есть такое. Ну, по салону, то что бы ты, наверное, там пропылесосил, наверное, такие минимальные, да, какие-то? Вибрации, чтобы человек, когда заглянул в машину, Что там не свинарник, не срач. Каким бы человек ни был засранцем, покупает он машину всегда... Себе чистую. ...хочет чистую. Потом, чтобы ее засирать дальше. Вот люди есть интересные, они когда покупают машину, смотрят, чтобы она была чистая. А когда свою машину они продают, они считают так, а люди купят и такую пропылесосят. Да, то есть они должны будут убрать. Да. Ну, задняя сидушка здесь тоже, кстати, мининая. Тут вообще огонь. Да. А потолок там какой? Здесь потолок просто огнище. А ну вот тут, допустим, косячок на сидушке-то, я думаю, черной краской можно будет просто этот поролончик, да, замазать, чтобы в глаза не бросался. Дядь, ну это же не Камри 2015 года, блядь. Ну, я согласен. Чтобы косички на сиденьях исправлять. Не, ну закройся, чтобы не бить. Тут еще хорошо, что они есть вообще сиденья. Тут еще самое интересное в багажнике. Ну, колпаки-то я уже купил. Красоту наводить. Ну, скажем так, немножко грязновато. Так убрал, пропылесосил и все чисто. Не, ну коврик-то все равно потом помыть и оставить его, он же как все равно... Возить-то если мешки с картошкой... А, смотри, здесь тоже, кстати, кастом полностью. То есть это тебе, да. В Камре даже такого нету. Да, вот потолочек, видите, какой тут гламурнявый. Но самое интересное... Какого года еще раз? 98-й год. 98-й год у нее гнили нет. Да. Она здесь у нас ходила. Тороги все ровные. То есть для тебя это как болячка основная, да? По низу дверей все четко. То есть гнили нет, это уже большой плюс для такой машины, да? А здесь тоже дверь, видите, кастом все, красота. Ну, в общем, что, какое резюме? Ну, по двигателю она подстраивает, я не знаю почему. Может свечи, может что-то еще. Может время приходит. Может, да. Но он двигатель, говорит, начал подымлять. Хотя я вот завел сегодня на холодную даже. Ну, может маленько совсем пробраться. Для него это может быть уже подымляет. Для меня я бы еще ездил, доездил и не парился. Ну, вот то, что подстраивает, да, я даже не смотрел. Говорю, вот буквально сегодня первый день за рулем. Резюме. Если брать цена-качество, какие бы вложениями ты сделал? В первую очередь я бы поменял стекло. Стекло. Ага. Ну и маленько передок дунул. Бампер я бы даже, наверное, заморачиваться не стал. Так вот, как он есть, оставить и все, да? Ну, единственное, если уж... Мазануть вот этот кусок светлый, да? Не то, что мазануть, просто в черный, с баллона его задуть. Ага. А весь бампер или вот этот даже кусок? Да весь бампер взять с баллончика, задуть вот это. Вот тут же он с решеткой идет. А, он с решеткой сразу. Чтобы маленько освежить, оно заиграет. То есть, чтобы придать, грубо говоря, товарный вид машине. Да, да, да. Ну, а так, допустим, 98-й год. Nissan AD 1,5 литра двигателя. Если вот двигатель до ума довести. Спрашивай, сколько будет стоить. Примерно. Сколько они вообще стоят? Украшу. Ну, 100 тысяч, они, грубо говоря, все равно стоят? Ну, во-первых, это иномарка. А, то есть, у него-то уже не Жигуль, да? Во-первых, это автомат. Да, здесь автомат. Хорошо работает автоматное удивление. И элементарно может даже девушка взять, как первую машину. Ну, небольшая будет она для девушки. Все равно, как бы... Как бы знаешь, если у нее будет цена 100 тысяч... То любой возьмет за иномарку. И девушка захочет... Она захочет не мажорить, а ездить. Не выделываться, а просто ездить. Ты заметил, что сейчас и на Волгах ездят, и на Нивах ездят. Да, лишь бы ехала. И на Копейках ездят. Лишь бы она ехала. Лишь бы она ехала, лишь бы не пешком ходить. Поэтому, почему бы нет? Хорошо, допустим, если бы я захотел у тебя оставить ее, допустим, антиграфкой, как этот капот, морду шмякнуть, бампер дунуть, сколько бы мне это в деньги стало? Интересный вопрос. Ну, так вот, средний. Не обязательно там ломить цену. Как блогеру Хакаси. Ну, я думаю, тысячи три, может. Три тысячи, смотрите, получается, вот этот весь срам прикроется. Плюс, если бампер, да. Ну, а бампер, получается, его что-то здесь подклеить себе на маленьком надо будет, или просто на саморезы, грубо говоря, вкрутить прямо в крыло? Да, можно, да, на саморезы. Я имею в виду, чтобы вот убрать этот зазор. И я так что-то смотрю, как будто поворотник вниз ушел, да, упал. Или это он так и есть, потому что бампер-то не встает на место. Он поэтому и висит, наверное. Скорее всего, да, просто. Здесь все ровно. А, смотри, тут выемка под него. Не, ну тут самое интересное, такой свой зазор, он и есть, в принципе. А это, это же, наверное, полу-спорт. Полу-спорт? А, это специальная вентиляция для дисков тормозных, да? Да, да, да. Все, понял. Это оно, по-любому. А, так может, так получается, здесь ничего не надо делать? Тут просто не хватает вот этого кусочка. О, точно. А продув там обдув хороший. А, вот оно. А, он есть даже, да? То есть, грубо... А, там на проволок, там волшебная проволок есть. Вот как-то вот так. Должно быть. То есть, по сути... А я бы просто подул и так оставил. А, то есть, это провиняемалки, да? Да. Ну вот, примерно вот так вот. Ну, салон пропылесосить, пыль протереть, да? Да. Велюр почистить или уже это лишнее? Это лишнее. Это лишнее. То есть, оно так вот, если как брать в плане твоих основных работ и так далее, минимум вложений, максимум прибыли. Ну, максимум не получится. Ну, тысяч десять получится, если оно заработано. Десять, да? Ну, нормально. Мне хватит, мне много не надо. Вы люди не жаль. Нам, мне вообще надо тысяч сорок, чтобы вот такую вот камеру себе наконец-то взять, а не ходить вот с этим вот телефоном. На яблоко не смотрите. Все, спасибо вам большое. Я еще раз рекомендую подписаться на этого человека. Сделаю несколько вставок, чтобы вы обратили внимание, что, говорит, человек не просто помыл и продает зарабатывание, а он именно ремонтирует, он их сам мажет, красит, спаклюет там, целует их, полирует. В общем, делает конфетку. Все, удачи вам в ваших начинаниях. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вячеславу пишите, мне пишите. Все, мы теперь будем вместе перекупами Сибири.